За эту возможность, что Ты нам подарил на земле, оставить заботы житейские, прийти сюда, чтобы вокруг Слова Твоего побыть. И преобрази Ты и нас, наши сердца, наши души, мы в этом нуждаемся, Господи. И Сам будь с нами здесь незримо, и наполни уста, и даруй передать Твою истину Божественную, благослови каждого родевослушателя, и будь за все прославлен наш Вечный Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Аминь. Итак, это событие написано, мы будем читать из Евангелия от Марка, 9 глава, с 1 стиха. И сказал Он, истинно говорю вам, есть некоторые стоящие здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, и возвел на гору высокую, особо их одних, и преобразился перед ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем, и беседовали с Иисусом. При всем Петр сказал Иисусу, Рави, хорошо нам здесь быть, сделаем трекущий, тебе одну, Моисею одну и одну Илии. Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака ишел глаз глаголящий, сея сын мой возлюбленный, его слушайте. Вот такое событие написано в Евангелии от Марка. Евангелисты, другие евангелисты также описывают это событие, и они очень похожи, все эти описания. Мы знаем, что сегодня наши страны, из которых мы выехали, страны православия сегодня празднуют этот праздник, хотя немножко по-другому. Значит, где-то что-то включается с яблоками связано. Я лично эту историю не знаю, и поэтому мы будем только освещать те события, которые находятся на страницах Библии. Знаете, если сопоставить это явление с нашим временем, потому что наша передача называется «Времени. Наше время», это как-то актуально, потому что в церквах уже забывают этот праздник. Многие даже не вспомнят в августе про то, что был День Преображения. Мы сами, когда жили тогда в наших бывших странах Советского Союза, мы вместе с православным народом как бы чтили. Это был день, когда мы не работали, мы шли в Дом Божий, мы молились Господу, мы имели собрание. Это был праздник Господу. Здесь же в этой стране верующие люди, среди которых мы живем, не празднуют этого праздника. Они не видят необходимости, наверное. Но, тем не менее, это событие не стало меньше. Оно не стало меньше по значению. И поэтому хотелось бы просто поговорить об этом, просто напомнить, что праздник Преображения – это великий праздник. И чем он великий? Об этом хотелось бы говорить нам, хотелось бы напоминанием возбуждать чистый смысл в сердцах наших, чтобы мы помнили Господа нашего Иисуса Христа. И это великое событие. И поэтому, разговаривая про это, мы будем сегодня просто посвятим этому один час. Я верю, что этот час будет часом поклонения Господу, что мы, рассуждая о этом великом событии, которое произошло с Господом нашим Иисусом Христом, Богом, пришедшим во плоти на землю, и Он показал нам Царство Божие, пришедшее в силе, я думаю, что мы ободримся сами духовно. Сегодня в студии нас только трое. Михаила нету. Я знаю, что вы же ожидали бы его голос. С ним как-то интереснее проходит эфир. Но в следующий раз он обещал уже быть, а сегодня мы только трое. Я, Павел и Костя. Так что меня зовут Игорь, если вы помните. И поэтому, если у вас есть какие-то интересные вопросы или чем-то поделиться, вы можете позвонить. Но мы желаем просто сегодня посвятить это время воспоминанию этого чудесного события, которое произошло недалеко от Иерусалима, на какой-то высокой горе. Мы сегодня называем это гора преображения. Но это было важное событие. И поэтому давайте мы приступим к этому. Вот рассуждать давайте об этом. Что мы видим особенного, братья? Вот что именно интересного? Или почему Иисус Христос сказал, что есть некоторые, которые не вкусят смерти, когда увидят Царство Божие, пришедшее в силе? Какое же это Царство Божие, пришедшее в силе, было показано на горе? Вот как вы думаете, братья? Дело в том, что увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. И Иисус Христос принял то Царство, то Царство, он на горе преображения, он преобразился в тот образ, который он имел славу, когда он еще не сходил на землю. То есть приобрел ту всю силу и славу, которую он имел. И вот присутствие это, Петр аж воскликнул, говорит, хорошо нам здесь быть. То есть человеку, человеку хорошо быть в присутствии Бога. Поэтому только в присутствии Бога хорошо человеку. И если начать смотреть с книги Бытие, то Бог имел общение с Адамом и Евой в прохладе дня. То есть в присутствии Бога, они находились всегда в присутствии Бога. И им тоже было хорошо в раю. Но когда их изгнал Бог, то есть за непослушание произошло, что произошло? Произошло разделение с Богом. И вот это разделение, когда человеку плохо, то это означает, что он стоит спиной к Богу. Потому что Бог всегда смотрит на него. И хочу такой пример привести с моей жизни. Когда только уверовал, попал на конкурс, ну не на конкурс, а на семинар по Имаусу. И там мы находились трое суток, не выходя из этого помещения. И чисто общались со Словом Божьим. По Слову Божьему. Начиналось утро с того, что помолились и читаем Слово Божье. Перекусили и опять в присутствии Слова Божьего. Настолько оно такое было насыщено, действительно, как присутствие Бога. И чем ближе человек становится к Богу, тем оно лучше и приятнее и легче. Легче нашей душе. Поэтому, если мы хотим преобразиться в образ Иисуса Христа, в образ Иисуса Христа, то нужно больше иметь общение со Словом Божьим. Я вот заметил, когда Костя говорил, что он говорил, что в присутствии Бога всегда людям хорошо. Но можно же сказать, что они всегда были в присутствии Божьем. Это же те ученики, которые практически не покидали Иисуса Христа. Вот что было особенного в этом случае, Павел, как ты думаешь? Ну, здесь вот евангелист Матфей еще больше, подробнее описывает. И он говорит, и преобразились одежды. А здесь, он говорит, и просияло даже лицо его с большой буквы, то есть Иисуса Христа, как солнце. И одежды его сделали белыми, как свет. И, ну, это просто такое сравнение, как солнце. На солнце мы не можем смотреть глазами нашими, потому что... Да, мы не можем. Нужно одевать очки темно-защитные. Вот. Но имелось в виду, наверное, вот как солнце по своему великолепию, по своей красоте. Наверное, и язык бедный, нельзя подобрать слово такого, какое было вот это преображение, да, Господне. В Откровении там тоже аналогия идет и говорит, что когда уже Иисус прославленный будет на белом коне ехать, да. И вот там вот тоже наподобие, вот что-то в этом роде, как здесь вот написано. И просияло лицо его, как солнце. Ну, настолько им это было хорошо. Я не знаю, я вот вам приведу аналогию такую. Я перейду ездом сюда, в Америку. Там строился молитвенный дом в той местности, откуда я выехал. И, ну, некому было зацеплять. Зацеплять, вот, кран был, а груз, ну, на кране человек, а цеплять некому было. И вот мне нужно было, это, собирать вещи, ехать, ну, готовиться в Америку. А, это такое побуждение, ну, идти туда. И вот пройду туда, поработаю. Но такая радость, которую я не испытывал, когда дом покупал или когда машину новую покупал. Ну, не испытываешь такую радость, и словами невозможно это рассказать. Да, ну, настолько ты получаешь удовлетворение и радость, что ты именно оказался в нужном месте и в нужное время. И выполнил волю Борь. Вот именно точно я знаю, что выполнил волю Борь. И вот это вот такая радость преображения. И вот тут, я думаю, у учеников была эта радость, неописуемая словами, которую нельзя просто, как написано, что белильщик даже не может выбелить, да? Даже снег, наверное, и то тусклее. Вот, так вот. Костя, что ты хочешь? Дело в том, что тогда, когда исполнил ты волю Божью, да, наполнилось сердце неописуемой радостью. Тоже хочу поделиться тем, что вот когда Бог говорит к нам, вот внутреннее побуждение есть. И вот Бог, ну, тот человек, который рожден свыше, я думаю, поймет меня. Тот внутренний голос, который говорит, и ты знаешь, что это говорит Бог. И вот когда говорит Бог, и ты соглашаешься, и делаешь, и поступаешь так, как говорит Бог, и видишь плоды этого, прошу прощения. Последствия. Да. Результат. То вот наполняется сердце такой неописуемой радостью, которую передать, вот как ты говоришь, невозможно. Это присущая радость, вот тогда действительно идешь, и никакие скорби, никакие переживания, ничего тебя не затрагивает и не касается. Тогда наполняешься больше общением с Богом, задаешь вопрос, что мне дальше делать, и Господь Бог продолжает беседу, продолжает говорить, что выполнять, что делать. Поэтому апостол Павел говорит, не угощайте, не оскорбляйте Духа Святого. Когда слышите, что Бог говорит к вам, и Его голос четко и ясно слышен, и потому что написано, Дух ясно говорит. Вот что Дух Божий говорит, ясно, так написано, Он ясно говорит. Вот ты четко и ясно понимаешь, что это говорит Бог, то делай так, как говорит Бог. В точности поступать так, как Он хочет. В точности так, как ты понял то, что тебе сказал Бог. Потому что если чуть-чуть начинаешь делать что-то свое, то начинаются большие проблемы, как говорится, знаете, кого люблю, того наказываю. Свою оперегающую руку Господь Бог начинает забирать. Ну и тогда происходит покаяние, конечно, потому что сразу, ой, Господи, ничего не получается, Господи, помоги, прости. И продолжается разговор с Богом. Знаете, вот когда это событие произошло, мы видим, что Иисус сказал, когда же сходили они из горы, Он велел никому не рассказывать о том, что видели. Да коли Сын человеческий не воскреснет из мертвых. Это было Богом запрещено рассказывать вот это событие, которое они видели. И, видимо, что после воскресения Иисуса Христа ученики уже рассказывали по тому, как они запомнили другим это событие. И мы знаем, что апостол Петр, он это событие рассказывает в своих посланиях. Если вы помните, братья, одно местописание, вот я хочу прочесть, как Петр это потом уже пересказывает, это своими словами. Значит, это 2 Петра, 1 глава, 16 стиха. Он говорит так, это Петр уже рассказывает. Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, нехитро сплетенным басням последуя, но был очевидцами его величия. Ибо он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принес я к нему такой глаз, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение, и этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе». И вот знаете, я когда читал это местописание, рассуждал тоже об этом празднике, вот мне действительно, вот то, что хотел Петр передать, это действительно оно не поддается вот такому, как бы, внешнему такому анализу или какой-то картинке. Вот смотрите, человек, например, неверующего. Давайте просто посмотрим взглядом неверующего человека на это событие. Христос говорит, я вам покажу Царство Божие, пришедшее в силе. Взял их троих, а пришли туда, в другом где-то написано, что они заснули, а потом, когда проснулись, увидели его просиявшего, что он вроде бы засветился, вот, значит, особым светом. И потом раз, все закончилось, они сошли с горы, и все, как бы, все, закончилось это событие. И человек, неверующий, практически не видит здесь никакой силы, ничего особенного. Ну что, ну что, Христос возвел их на гору, показал, как он просветился и назад спустился. И они вместе с ними говорят, не говорите никому, знаете. И может поэтому, вот, люди, как бы, не познавшие в Бога, не пережившие рождение свыше, именно не понимавшие, не видят духовные истины в Библии и Слово Божие, которое открыто для всех верующих, они, конечно, не видят здесь силы. Но, знаете, для нас, конечно, эта сила, вот, которую Бог показал на горе преображения, она очень понятна. Бог показал свою силу. Вот, в сравнении с тем, что ученики каждый день видели, они ходили с Христом, который является великим, вечным Богом, написано, которым сотворено все, что на небесах и что на земле, видимое, невидимое, все им сотворено, им. И для него создано написано. Это они имели дело с настоящим, вечным, живым Богом, Сыном Божиим. Но из-за чего, я как бы, ну, когда рассуждаю об этом, из-за чего же они не ощущали силы Божьей, когда Христос был рядом с ним? Да, можно заметить, догадаться, я не могу это точно сказать. Но из-за того, что написано, Христос смирил себя, быв послушен, значит, до смерти, он по виду стал как человек, он стал человеком ради нас, он стал таким одним из нас, то получается, что он уничижил себя, и получается, что вот превосходство своей божественности он не открывал людям. Он, получается, стал полностью человеком, и поэтому люди, ходя с ним, они не видели вот этой силы великого Бога. Но я хочу сегодня сказать одно очень-очень важное, что написал здесь апостол в своем послании, он говорит, «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа». Возвестили силу Божию. Вы знаете, силу Божию могут только пережить или прочувствовать на себе люди верующие. Они, те, которые действительно, действительно открыты для Бога, они могут ощутить и пережить силу Божию. Если бы мы сегодня говорили о силе Божией, что к нам, что нам приходит в голову сразу? Вот сразу рассуждаю, так что приводило? Ну, написано, что, как сойдет Дух Святой на вас, то примите силу. То есть, присутствие Духа Божия, присутствие Бога в нашей жизни. Ну, силу, как ты понимаешь, Константин? Что значит силу? Сила, ну, видишь, сила. Сила – это… Сила в слове. Или сила в мускулах. Нет, сила в слове, потому что Слово Божие, оно написано живо и действенно, и острее обоюдоострого меча. Оно имеет огромную силу, Слово Божие. Вот именно сама Библия, само Слово. И удивительная эта книга, которую читаешь и не перестаешь удивляться, не перестаешь думать, ну, читаешь, и кажется, это место уже почти чуть ли не наизусть, а бывает такое откроется через то место, что думаешь, я этого не читал, я этого не видел. Поэтому Слово Божие, оно имеет огромную силу сегодня. Сегодня оно имеет огромную силу. Знаете, братья, я хочу больше сказать, что именно Бог имеет всю силу, о которой бы мы ни говорили. И физическую, и духовную. Имеет он настолько сильный Бог, что говоря об этом, мы просто бессильны даже рассказать об этом, потому что его могущество неследимо. Его нельзя исследовать, нельзя рассказать, нельзя показать в каких-то фильмах. Потому что, если мы говорим о Боге, когда Бог сходит на землю, горы тают, написано, они просто тают, как воск, если он приближается к земле. И он же может дать силу этой земле устоять в его присутствии, но не только земле. Вот смотрите, когда, например, Бог приближается к человеку, человек ни один не может устоять. Кроме того случая, когда Бог позволяет человеку находиться в его присутствии. И вот если мы смотрим другие моменты, например, когда Бог приближался к человеку. Вспомните, например, Даниила, да? И вот он увидел мужа. И это описание мужа, которое он видел, он был в льняной одежде, опоясанной, значит, поясом. И вот ноги его были подобны вот меди раскаленной. И солнце, лицо было как солнце. Мы видим такое же описание, как в Откровении, Иоанн видел. И действие одно и то же, что, например, Даниил, когда приблизился этот муж к нему, он мало что упал. Но когда мы исследуем, какое это было действие, то он просто говорит, что, ну, такое описание, что как будто бы он разлился, как вода. Как будто рассыпался на части, вот в переводе так заметно. Он не то, что там силу потерял, он просто, знаете, вот был такой, как молоко. Он просто лежал на земле без чувств, без дыхания, как будто бы. И Бог, когда приблизился к нему, он положил руки, руку на него. И тогда написано, он поднялся на четвереньки только, мог на четвереньки подняться. И тогда Бог его укрепил и начал говорить с ним. Но, знаете, то же самое событие, когда происходит с неверующими людьми, вот в этом же описании, например, Даниила написано, вот те люди не видели Иисуса Христа, который приближался, не видели Сына Божьего. Именно вот это явление, которое описывает Даниил, они не видели, но страх на них напал ужасный. Такой страх, что они ходу дали, убежали все от него. И мы другие моменты читаем, когда, например, это случилось с Савлом, да, тоже. Он упал на землю. Вот эти ученики тоже на горе Преображения, они упали перед Богом в присутствии Божьем. И получается, что когда Бог подходит, человек не может устоять. Никто не устоит в присутствии Божьем, кроме тех, которые Бог позволит им, значит, как бы даст силу устоять. Именно те, которые, скорее всего, люди, которые праведные, которым он благоволит, которым он хочет помочь. Помните одно местописание написано так, что и ослабевают и юноши, и молодые люди падают, да. А надеющиеся на Господа, что обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Получается, надеющиеся на Господа, они вот червают от Бога силу. Знаете, когда говорится вот о силе Божьей, если вы помните какие-то места из Писания, мы знаем, что Он держит весь мир в своей руке. Он всю вселенную держит в своей руке. Он наполняет небо и землю. Это сам Бог говорит, не наполняю ли я небо и землю, говорит Господь. И Он не просто ее наполняет. Вся земля, вся вселенная, все, что существует, видимое или невидимое, то, что мы можем только слышать о чем или как-то наблюдать, оно все им живет, все им существует. И нет написано, твари сокровенные от него, все открыто, обнажено перед ним, все, нет ничего тайного, нет ничего того, чтобы он не знал или не видел, или не заметил, или где-то что-то кто-то спрятал от него. Все обнажено, открыто перед ним. Люди, конечно, например, думают сегодня разные политические вопросы. Как будет то? Как будет это? Вау! Тех мощнее оружие! А помните, когда во втором псалме написано, что мятутся язычники и народы, замышляют тщетно, ничего не состоится на земле без воли Божьей. Никакое оружие не выстрелит, ничего не навредит, если Бог не позволит. И когда, конечно, когда мы говорим о могуществе Бога, мы не можем все перечислить, все сказать, действительно, как могуч Бог. Он дает, например, пищу всем. И сегодня люди говорят, вот там глобальное потепление, что-то там, где-то вот моря затопят, какие-то края континентов или большие острова. И вот не будет там пищи. Люди, знаете, вот в таком смятении, если Бог открывает свою руку и кормит людей, то написано, что они будут иметь пищу. Помните, это написано в псалме 103, да? Что, ну, здесь вообще, псалом 103, это псалом хвалы Бога, псалом величия и славы Божьего. И вот здесь так написано. «Благослови, душа моя Господа! Господи, Боже мой! Боже мой, Ты дивно велик! Ты облечен славою и величием! Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер!» Видите, когда мы говорим о Господе, то то, что говорится о Господе, то действительно велико. Значит, укращаешь над водами, устрояешь над водами горные чертоги твои, делаешь облака твоею колесницею, шествуешь на крыльях ветра. Ты творишь ангелами твоих духов, служителями твоими огонь пылающий. Ты поставил землю на твердых основаниях, не поколеблется она вовеки и веки. Бездною, как одеянием покрыл ты ее, на горах стоят воды. От прещения твоего бегут они, от глаза грома твоего быстро уходят. Восходят на горы, не сходят в долине, это говорится о воде, что восходят на горы в виде дождя и снега, да? Не сходят в долины через реки, на место, которое ты назначил для них. Ты положил предел, которого не придут, это океаном, написано водом, да? И не возвратятся покрыть землю, они больше не покроют землю, потому что Бог, так сказал, его величие неследимо. Ты послал источники в долине, в долины между горами текут, текут эти реки, да? Поят всех полевых зверей, дикие ослы утоляют жажду свою. При них обитают птицы небесные, среды ветвей издают голос. Ты напаяешь горы с высот твоих, плодами дел твоих насыщается земля. Написано, ты произвращаешь траву для скота и зелень на пользу человека, чтобы произвести на земле пищу. И вино, которое веселит сердце человека, и елеет, которое облистает лицо его, и хлеб, который укрепляет сердце человека. Насыщается дерева Господни, кедры ливанские, которые он насадил, на них езят а птицы, ели жилище аисту. Высокие горы с серном, каменные утесы, убежище с зайцем. Он сотворил луну для указания времен, солнце знает свой запад. Ты простираешь тьму, и бывает ночь, во время нее бродят лесные звери. Львы рыкают от обыча и просят у Бога пищи себе. Львы молятся, братья, мы думаем, что мы только молимся и взываем к Богу. Львы рыкают к Богу, просят и молятся к Богу. Восходит солнце, и они собираются и ложатся в свои логовища. Выходит человек на дело свое, на работу свое до вечера. Как многочисленны дела твои, Господи, все соделал ты премудро, земля полна произведений твоих. Это море великое пространное, там присмыкающиеся, которым нет числа, животные с малыми и большими. Там, знаете, мы сейчас были на океане и рассуждали, что в океане столько всей пищи, что сколько бы людей на земле не было, все равно хватило бы всем. И рыбы, и всего того, что сохраняет вот себе сокровище океанские. Там плывут корабли, там этот левиафан, которого ты сотворил. Все они, вот смотрите, все они от тебя ожидают, чтобы ты дал им пищу в свое время. Ожидают, молятся Богу. Даешь им, принимают. Отверзаешь руку свою, насыщается благом. Скроешь лицо твое, мятутся. Отнимешь дух их, умирает, и в персть свою возвращаются. Знаете, много можно было перечислять, и, конечно, написано много больших таких величественных шедевров о Боге, как, например, Ода Бога, да, как она восхищает человека, какой он действительно Бог славный и сильный в своем могуществе и силе. Мы бы не могли все перечислить. И вот, когда было это событие, то апостол Петр говорит, и мы возвестили вам силу в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Мы возвещаем силу. Знаете, сегодня так важно, братья, сегодня так важно, дорогие друзья, слушатели, нам вспоминать о величии и славе Божьей. Когда человек вспоминает, когда действительно живет с силою Божией, то он никогда не приходит в уныние. Человек этот жив Богом, он им укрепляется, он им живет, на него уповается. На него уповает душа человека. Я вот когда, я еще пару слов, значит, когда рассуждаю об этом, Бог не только сам силен. Знаете, вот его сила не только заключается, что он силен, могуч, все может из его руки, все приходит, вся пища людям. Мало того, что он сам силен, он является еще источником силы, дающей жизнь каждому живому существу. Понимаете, вот мы, написано, без силы Божьей, вот без его могущества, которое от него исходит и в нас пребывает, мы не могли бы жить. Вот я хотел бы рассказать один случай, который был вот в нашей церкви. Я знаю, что наш пастор не отказал бы мне, чтобы я это рассказал, потому что это о нем. Мы переживали вот такое время, как бы печали. Больше трех месяцев мы молились за пастора. В одно мгновение, как бы в один момент пастору стало плохо, боли появились в животе. Он, значит, не стал иметь возможности кушать, ничего. Все, что кушал, оно все не принималось организмом. Он стал слабеть, очень слабеть, не имел силы. Говорит, мне только, чтобы подняться много, ну, нужно было усилий, стараний, чтобы встать вот утром только. И мы много молились о нем, много, знаете, заботились другие, как бы предлагали разные лекарства. Потому что сколько он провел этих времени у врачей, которые исследовали, все проверяли его. И ни один врач ничего не сказал, что у него болит, ничего. Говорит, у тебя все нормально. А он просто вот, просто имел в себе болезнь. И мы вот всей церковью молились. Это было время, вы знаете, я уже потом, когда смотрю на это событие, это было время нашего, нашего, ну, испытания. Видно, Бог испытывал нас, насколько мы будем вот в этом верны, как вот, как братья, сестры, как единая церковь. И вот наступил один момент. Это было не так давно, недели три всего прошло, когда пастор говорит, я утром почувствовал силу в себе. Я, говорит, почувствовал, что пришла ко мне сила. И он говорит, я поднялся на ноги утром, смотрю, сила есть. Мне захотелось кушать, захотелось петь рано утром. В шесть утра, это было воскресенье, и он встал раненько. И с тех пор он приходит на собрание и утром, и вечером. Он живой, бодрый и намного бодрее, чем был раньше. Мы сейчас смотрим на него и радуемся, что Бог сделал что-то в его жизни, и что-то в жизни нашей церкви, что-то произошло, что это нужно было всем нам. Чтобы мы почувствовали благодать Божию и силу его. Недавно, вот мы на прошлой неделе ехали на отдых, и достаточно много, четыре часа ехали на океан. И он с нами был, и он с женой были с нами. Хорошо дорогу перенес, был там благословением для нас. Много, значит, мы проводили времени там, и в общении, и в молитвах. И он, знаете, вот то, что он передавал, было очень полезно для всех нас. Там молодые люди были, и дети, и постарше люди, все разных возрастов были. И вот, знаете, вот рассуждая об этом, видно, вот Бог, получается, забрал силу, и никто ничего не может сделать. Хоть примочки какие-то, хоть пей что-то, хоть массажи, хоть что-то, ну ты не можешь ничего сделать. И Бог сказал, раз, открыл свою руку. И пришла сила, пришла благодать в жизнь человека, продлились дни его. Так же, жизнь человека, она так же, вот, как бы, разве может человек, заботясь, Христос говорит, и разве ты можешь, заботясь, прибавить себе росту, хотя на один локоть, или хотя бы на один день жизнь свою продлить, если Бог сказал предел. Предел никто не перейдет, все. Если только Он будет благоволить и продлить жизнь, продлятся дни твои. Если Он сократит дни, будут сокращены. Потому что в Его руке вся сила. Он обладает всем, всеми ресурсами, которые только есть. И мы только думаем, что вот какие-то страны, или какие-то народы чем-то обладают, или чем-то там могут похвалиться. Никто, ничем, написано, Он не смотрит на силу коня, на быстроту ног человеческих, не благоволит к этому. Почему? А кому благоволит? Благоволит к тем, которые ищут Бога, которые приближаются к Богу, которые действительно в Боге полагают свою надежду, упование. И вот апостол Петр говорит эти слова, говорит, мы возвестили вам силу Господню, братья, сестры, друзья, верующие люди, как давно вы возвещали силу Божию. Силу Божию, которая проявляется в вашей жизни, в вашей семье, просто внутри вас, внутри вашего духа проявляется ли эта сила Божия, которая дает вам жизнь, силу идти, силу верить, силу противостоять злу, греху, силу, чтобы верить в Бога вечного и возвещать Его имя. И если это сегодня действительно насущно, а я знаю, что насущно, если бы мы жили вот этой силой, братья, если бы мы этой силой подкреплялись всегда, то мы были бы сильными. Дело в том, что преображает, преображает только Господь. И присутствие Бога, присутствие Бога в нашей жизни, оно преображает нас в образ нашего Господа Иисуса Христа. Человек, когда приходит к Иисусу Христу, он начинает минаться. И знаешь, прообраз преображения, сам Иисус Христос его и описывает. Если взять Нагорную проповедь Матвея с пятой главы, там идет проповедь блаженств. И вот каждое блаженство – это преображение в Иисуса Христа. Блаженны нищие духом. А нищие кто духом? Те, которые осознают себя немощными и осознают вот ту силу Божию, осознают, что сила Божия есть, перед которой мы немощны и ничего не можем сделать, и без Него мы ничего не можем сделать, и что мы без Него ничего не стоим. Вот человек нищий духом тогда, когда он осознает свою немощность. Поэтому Павел и пишет, сила Божия в немощах, поэтому буду хвалиться чем? Немощами. И вот блажен тот человек, который понимает, что он зависит полностью от Бога. И там дальше он говорит, блаженны плачущие. Почему плачущие? Потому что осознание того, что мы не можем ничего сделать, плачущие в том, что мы пытались что-либо сделать. Пытались сделать и противостать той силе, которая преображает. То есть происходит покаяние человека. Это проповедь, Нагорная проповедь блаженств, она вся открывает прообразы, как преображается человек. И самый великий прообраз – это блаженство, это тогда, когда будут гнать вас за имя Христово. То есть тогда, когда Павел, помните, когда шел в Иерусалим, ему говорили, что там тебя ждут узы, переживания, тюрьма. Но он говорит, что вы делаете? Я не только хочу пострадать за имя Господне, но я готов что? И умереть. Поэтому вся Нагорная проповедь, вся Нагорная проповедь – это те прообразы, которые преображает сам Господь Иисус Христос. Да, вот когда ученики увидели Иисуса Христа Преображенного, то если вы заметили, они сами не преобразились. Я хотел эту сторону упустить, но я знаю, что вы не пройдете это незамеченным. Когда, например, Моисей был на такой же горе, где встретился с Богом, когда Бог приблизился, гора дымилась, это чуть-чуть другой был момент или время другое, но Бог остается один, и Он сошел в силе. Гора не только, когда Бог прикоснулся к этой горе и сошел в своей славе, она не только там где-то костерчик горела, это было полностью объятое пламенем, и гора требезжала все, все гудела. И, конечно, люди боялись даже подойти к этой горе, но Моисей, когда вошел в славу и присутствие Божие, то лицо его сияло. Но, знаете, в жизни апостолов совершилось это же событие, такое же примерно, как с Моисеем, совершилось в день Пятидесятницы, когда написано «сошлась сила, и вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». «И будете мне свидетелями в Иудее, в Самаре и даже до края земли». И когда сошел Дух Святой, написано, что они наполнили, значит, на них почили языки как бы огненные. Когда мы расследуем вот эти события, как это происходит, когда человек наполняется, или Бог благоволит к человеку и наполняет его Духом Божиим, то когда оно происходит видимым образом, то лица их точно сияли. Они были охвачены пламенем не только наверху, на голове, но от пояса и выше на них горело как будто бы пламя. Это были как большие костры, так видимо, если сказать. Вот «отчрес» написано, когда написано о Боге, когда в Данииле описано «отчрес» и выше, как бы вид пламени яркого. Вот я думаю, что именно вот это событие Пятидесятницы, оно было вот такое. Они когда приняли силу от Господа, вот эту благодать, присутствие Божие вошло в ихнюю жизнь, то они вот горели вот таким пламенем видимым. И это Бог не делает всегда, потому что от этого нет как бы… Ну что бы сейчас было, человек идет и пламенем горит. Ну это, конечно, люди бы как бы восхищались, это как чудо, но на самом деле это же пламя Божие, вот эта сила Божия присутствует сейчас в людях, и мы можем это ощущать, можем переживать. Я уверен абсолютно, что каждый человек, который пережил рождение свыше, он ощущает приближение Бога на себе, он ощущает присутствие Божие в каком-то месте, в каком-то… это не обязательно или церковь, или где-то, он чувствует, что Бог приближается близко. Это значит, получается, у нас как бы, когда мы уже пережили явление присутствия Божия в жизни, у нас это чувство написано «навыком приучены к развлечению добра и зла, к пониманию того, когда Бог приближается или не приближается». И я уверен, что многие из нас переживают вот эти моменты, когда действительно сила Божия является в людях, когда Бог находится близко, это действительно очень-очень такое прекрасное явление, когда эти ученики, апостолы, они говорят, что, говорили так, что хорошо нам здесь быть, действительно, в присутствии Божьей хорошо, но, знаете, Бог не каждому человеку себя вверяет. Вот сила Божия, она не каждому человеку дается, проявление ее, да, проявление силы Божьей дается. Но слышать голос, слышать голос, все те люди, которые возрождены, они слышат голос Божий, потому что Христос сказал «Овцы стада моего слышат голос мой и что следуют за ним». А тут в этом отрывке интересное место есть, которое мы, наверное, до него еще не дошли просто. «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его что слушайте». Как сегодня слушать Бога мы можем? Через Слово Божие, через Библию, потому что написано «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». А 14 стих Евангелия от Иоанна, 1 главы, говорит «Слово стало плотью, и обитало среди нас полное истины и благодати». Бог говорит к нам через Слово Божие, потому что послание к евреям, 1 глава начинается такими словами. «Бог многократно и многообразно издревле говорил к отцам в пророках, а в последние дни говорил в Сыне», то есть через Иисуса Христа, вот это Слово, Слово, которое оставлено нам, как инструкция, как правильно человеку жить, чтобы достичь небесных обителей. Вот эта инструкция, это есть Слово Божие, это то Слово, которое воплотилось в тело и обитало среди нас. Это есть Сам Господь Иисус Христос. Смысл этой книги, смысл этого Слова, которое касается сердец, которое сегодня меняет людские жизни, это и есть это Слово, Слово Божие. Братья, знаете, я хотел, еще немножко остается времени, всего 15 минут в нашем распоряжении. И вот здесь другое, вот значит, когда апостол Петр говорил, мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа. В чем же, значит, о каком пришествии Господа нашего Иисуса Христа говорил Петр? И вообще, каким образом они возвестили пришествие Господа Иисуса Христа? Что вы про это скажете, братья? Как вы думаете про это? Было ли это про первое пришествие, про того, когда Иисус Христос был младенцем, или вы думаете, что это говорилось о втором пришествии? Ну, они видели Его в силе. Значит, это о втором пришествии. То есть, тогда, когда Он будет в славе, придет со всеми святыми, о котором описывает апостол Павел в послании к Фессалоникийцам, со всеми святыми. Думаю, что пришествие, они говорили о пришествии, о втором пришествии говорил Петр. Потому что прославленного Иисуса Христа мы все увидим, тогда, когда увидим Его. И будем подобны, написано, будем подобны, как Он. То есть... Только когда мы изменимся. Да, изменимся. Вот мертвое воскресное прежнее, мы изменимся. Тогда будет это возможно. А сейчас в этом теле просто невозможно. Но Его увидят, Его увидят все. Написано, что все. И преклонятся всякое колено, написано, земных и преисподних сил. Опять же, сил. Только земных и преисподних. Поэтому, я думаю, что, видя ту славу, ту славу, они уже... После воскрешения Иисуса Христа, видишь, Игорь, тут написано, что они не рассказывали это до пришествия Иисуса Христа, да? То есть, до воскресения Его. Да. До воскресения Его. После воскресения Его начали рассказывать об этом. То есть... А Петр писал это послание, уже описывал это событие, потому что Христос приходил к ним уже воскресший. И Он приходил в славе. Он приходил в прославленном теле. Поэтому, я думаю, что они возвещали пришествие Христова в силе и славе. Да, ну, знаете, я думаю, вот это событие, которое было во время преображения, это тоже говорится, что Христос нам что-то приоткрыл о будущем, о втором пришествии своего, о своем пришествии, о нашем преображении, когда мы преобразимся в Его славу. И написано, что наше тело, оно преобразится, изменится, и будет сообразно или подобно славному телу Его. То есть мы будем похожи на то, какое славное тело Господа нашего Иисуса Христа действительно есть. И когда мы здесь видим, какое оно, оно действительно, оно было совсем другое. Мы видим, когда Он после воскресения являлся в своем прославленном теле, то мы видим, какие действия это было тело. Оно сквозь стены проходило. Он одновременно мог находиться в Имаусе, и через пару секунд его видели в другом месте. То есть оно находилось везде. И вместе с тем Он ел, написано, рыбу, Он мед кушал с ними, пил, да. Тело имел. Он имел тело, но тело, оно было особое тело. И вот знаете, когда говорится о нашем новом теле, написано, когда этот, когда наш земной дом, эта хижина, будет разрушена, будет разрушена, то мы имеем на небе жилище, новое жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. И получается, наша земная хижина, она сравнивается с хижиной, с сараем, так скажем, который стоит где-то в концертах. А там дом нерукотворенный и вечный. Если у нас мы не можем представить, что такое вечный дом, наши дома надо и красить частенько, и порядок все время делать, и там где-то рушится, то окна менять, то канализация забилась, то все. То мы понимаем, что этот дом, о котором Бог говорит, что если он вечный, то действительно крепкий, надежный. И когда Бог говорит об этом, то написано, болезней там не будет, скорби не будет, горя не будет, смерти не будет. Это будет действительно крепкое наше жилище, в котором мы будем жить. Наше тело новое тенье. И славное это тело, и подобное его славному телу, потому что написано, увидим его, как он есть. Вот когда, например, эти ученики увидели Иисуса Христа на земле, как он есть увидели, но они не преобразились в этот образ еще, не стали подобными ему. Почему? Потому что время не пришло. Потому что для нас, для всех время, когда это совершится, когда придет Бог на облаках с великой силою и славою, то это силою Божию, мертвые во Христе, написано, воскреснут прежде, а потом и мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаке. И так всегда с Господом получается, что наши тела будут способны, новые тела подняться от земли и стоят на облаке. И знаете, когда я рассуждаю об этом, это не будет простое облако. Это не будет облако, которое, как бы, ну, полно воды. Это будет облако славы Божьей. Такое же облако, как вот здесь на горе Преображения. Осенило их. Осенило их. Мы, когда Он говорит, что мы это слышали. Знаете, мне всегда так понятно, что так, как они слышали, так и мы слышали. Вот это через веру нам передается, что они люди, подобные нам. С теми же слабостями, с теми же проблемами. Так же, как и мы. Они жили, ходили, и они слышали Бога. Слышали этот глаз Божий. Что Он говорит, что есть Сын Мой возлюбленный. И вот именно это Мессия. Это тот Спаситель, который нас спас, который нас оправдал, который принял нас в свою славу. Который стал посредником между Богом, святым Богом и нами, грешными людьми. Вошел, написано, во святое святых. И дал нам доступ, когда порвал эту завесу сверху донизу. Разорвал Бог эту завесу, чтобы мы могли входить. Написано, мы имеем вот это дерзновение входить во святилище путем новым и живым, которым Он вновь нам открыл через завесу. То есть, плоть свою, плоть Господа, когда была она ломима, то это сделалось возможным. Входить во святое святых, в присутствие Божие, через Его жертву, через Его благодать Божию. И вот написано, когда Он говорит, и мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Я, знаете, вот сейчас смотрю, я бы так хотел возвещать пришествие Господа Иисуса Христа. Не то, знаете, как мы привыкли смотреть все со стороны. Вот то будет событие, вот там событие. Нет, пришествие Господа Иисуса Христа, которое совершается внутри нас. Понимаете, когда вот это преображение, о котором написано, что мы преображаемся в тот же образ. Из славы в славу, из силы в силу переходим. От Его силы беря и черпая наши источники в Боге. Мы преображаемся в эту силу новую. И вот это Царство Божие, когда написано, оно внутри нас уже есть. Мы уже преображаемся в этот образ. И когда придет Господь, Он просто преобразит наши смертные тела. Он сделает так, что мы станем вот подобны славному телу Его, образу Его. Действительно, потому что увидим Его, как Он есть. Но вот представьте вот это событие, я еще раз хочу сказать, что вот это событие, когда Иисус Христос приблизится к земле, написано, что многие побегут тогда к горам и холмам и будут кричать, падите на нас и покройте от лица сидящего на престоле. И написано, преклонится пред Ним всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедует Его Господом Иисусом Христом. Но дело в том, что вот тогда, когда это случится, это не значит, что раз они исповедуют, они уже получат право получить новое тело и приблизиться к Богу. Это будет как бы свидетельством тем, что их колени все, они просто ослабеют, они просто упадут перед величием Божьим, понимаете? И они ничего не могут сделать, написано, возопиет, громко возопиет тогда и самый храбрый, потому что не станет силой. Бог лишит силы, потому что Он дает это временно, чтобы ты сегодня Бога нашел, к Богу приблизился. Но вот верующие люди в это время не побегут горам и холмам. У нас даже мысли такой не будет. Написано, когда вы увидите все это, то... Скажут, вот Бог, на которого мы уповали. Вот Бог, написано, восклоните, то есть поднимите головы ваши, лица ваши к Богу и скажите, вот Бог, на которого мы уповали. И когда мы поднимем лица наши, мы увидим Бога, как Он есть, действительно в той силе, в той славе. И от того, что мы увидим, написано, потому что мы увидим Его, наши тела станут подобны славному телу Его. И мы станем отделяться от земли и станем приближаться вот к этому месту, ко встрече на этом чудном облаке. И знаете, вот это вот состояние, которое человек имеет внутри себя сейчас, оно уже дает ему право судить о себе. Судить о себе. Достоин ли я? Да. И судить себя. Буду ли я восхищен? Буду ли я в присутствии Бога? Вот если меня вот эта жажда и желание, ощущаю ли я силу и благодать Богу уже в своей жизни? И единственное, что может удержать, вот Костя хорошо перечислил, что там не будет и болезней, и усталости, и скорби, и того, и того, и того. Но самое главное, вот хотелось бы сказать, чего брат мне сказал. Самое главное, там не будет греха. Да, смерти. Он просто не войдет. Да, потому что вот все вот это перечисленное, все перечисленное, это последствия греха. Все вот эти болезни, скорби, переживания, старения, все, 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 все. Это все последствия греха. И поэтому самое, самое прекрасное, что там не будет греха. Вот, как вот, приходится наблюдать, вот, маленький ребенок растет, все, все, все вырастает. И потом вдруг, вдруг где-то подцепил эту бациллу греха. И он становится неуправляемый, да? Уже пришел возраст, ему там 16, 17, 18, и все. И он просто неуправляемый. Это бацилла греха. Это страшнее любой болезни, страшнее раковой опухоли. Вот, грех. Самое главное, что там не будет греха. Вот это вот, поэтому мы преобразимся, мы сбросим вот это тело наше. Апостол говорит, что я имею желание уже разрешиться, да? То есть, как-то выйти из себя. Ну, никому Бог не дает права даже думать об этом, чтобы выйти из тела, чтобы как-то наложить руки на себя. Об этом даже и мыслить грешно. Не дает Бог права. Это его право. Это его право. И привилегия. И прерогатива, да? И суверенитет Божий. Когда нужно отозвать любого человека. Отзовет. Игорь еще пока не выполнил предназначение Божие, поэтому он еще на земле и так сладко говорит. Я на земле, но живу небесным. И знаете, я, братья и сестры, всем друзьям, всем, кто слышит меня, вот проверьте себя, живете ли вы этой жизнью. Если вы мыслите о земном, и ваши, знаете, все мысли и планы земные, то, скорее всего, что вы еще не живете небесным. Живите небесным. И будете иметь силу от Бога. Действительно, силу от Бога. И мы поздравляем еще раз с Днем Днем Преображения. Дорогие друзья, братья и сестры, и хотим еще с вами помолиться, поклониться Богу за то великое дело, что Он сделал для нас, пришедший на землю. И когда Он явился, и этим ученикам и преобразился, это была действительно сила для нас. Помолимся Ему. Благодарим Тебя, Господь, что мы имели этот эфир, это время, Господь. Кто нас слышал, мы за всех этих людей благодарим, Господи. Мы верим, что Слово Твое, оно принесет пользу в свое время, Боже, Господи. Пусть оно принесет пользу скорее, Господи, чтобы никто из тех, которые сегодня верят в Тебя, не остались на земле. И те, которые еще не верят, Господь, призови, Боже, призови, прими благодарность за то, что и нам позволил говорить о Тебе. Будь Ты прославлен вечный Бог, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Аминь. Радио Свобода. События минувшего дня. Президент России Владимир Путин обвинил Украину в нежелании или неспособности соблюдать Минские соглашения. Он выразил надежду, что провокационные действия, якобы предпринятые украинской стороной, не станут окончательным выбором и здравый смысл возобладает. Путин, выступая на совещании с членами Совета безопасности в аннексированном России Крыму, также заявил, что Москва не собирается сворачивать дипломатические отношения с Киевом и готова создавать возможности для их развития. В аннексированном России Крыму начались учения по материально-техническому обеспечению размещенных там морских и сухопутных войск, передает Интерфакс. Ранее в Министерстве обороны России сообщали, что в учениях в Южном административном округе, в который Россия включила аннексированный полуостров, примут участие 2500 военнослужащих и 350 единиц военной и специальной техники. В Главном управлении военной разведки Украины заявили, что Россия развертывает в Крыму новые системы вооружения и боевой техники, чтобы превратить полуостров в военную базу. Президент Украины Петр Порошенко не исключил введения в стране военного положения и возможности полномасштабного вторжения со стороны России. Министр образования России Дмитрий Ливанов в пятницу ушел в отставку. Его место займет сотрудница администрации президента Ольга Васильева, сообщает Интерфакс. Ливанов станет специальным представителем президента по торгово-экономическим связям с Украиной. Дмитрий Ливанов занимал свой пост с 2012 года и неоднократно подвергался критике за реформ.